Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Финансовый регулятор отозвал лицензию Татфондбанка. Два филиала этой организации работают и в нашем регионе. Офисы Татфондбанка находятся на левом берегу Новотутина и в центре мегаполиса. Причина отзыва лицензии – несоблюдение федеральных законов в сфере банковского дела. Кроме того, как выяснили специалисты Центрального банка, объем собственных средств у финансовой организации стал ниже необходимого уровня. Руководители банка не предприняли необходимых средств, чтобы исправить ситуацию. Сегодня офисы Татфондбанка в Новосибирске закрыты. Организации назначили временную администрацию. Отмечу, банк является участником системы страхования вкладов. То есть клиентам, которые отдали деньги на хранение в Татфондбанк, вернут средства. Несмотря на общий рост кредитов, сегмент ипотеки в январе просел. Количество новых займов упало на 18%, до 22,5 тысяч. И это несмотря на удешевление ставок. Как сообщили аналитики Центрального банка, в Новосибирской области жилищные займы подешевели на 0,12%. На сегодня банки в среднем выдают кредиты по ставке 12,46. И это самый низкий показатель в Сибири. На втором месте в округе Томская область. Там можно оформить ипотеку чуть дороже. Следом в рейтинге идет Красноярский край с показателем 12,53. Напомню, в Минстрои страны уверены, к концу года средние ставки по ипотеке убадут ниже 10% годовых. Три компании из Новосибирской области вошли в федеральный рейтинг застройщиков страны. Топ-100 организаций составили аналитики Национального объединения застройщиков. Эксперты учитывали объем ввода жилонедвижимости к началу весны. 63-ю строчку в российском рейтинге заняла компания «Новосибирский квартал». В топ-100 также попали строительные компании ПТК-30 и Стрижи. В общей сложности эти организации построили 675 тысяч квадратных метров жилонедвижимости. Напомню, по данным Росстата, темпы строительства в январе в стране упали на 20 с лишним процентов. Год вышел неудачным. По итогам 2016-го прибыль компании Новосибирской области сократилась на 1,5%. Об этом сообщают специалисты Новосибирскстата. По данным ведомства, общий объем прибыли коммерсантов упал до 68 млрд. 200 млн. рублей. Статистики не учитывали малый бизнес, банки, страховый камп и страховые компании. Большая часть прибыли пришлась на обрабатывающие предприятия и торговлю. Они заработали две трети от общего объема. Одна пятая на компании по ремонту машин и бытовой техники. Сегмент транспорта и связей выручил около 11%. В среднем на одно прибыльное предприятие приходится около 77 млн. рублей заработка. Зато жалований работников стало больше. Эксперты статистического ведомства выяснили, что уровень средней зарплаты в Новосибирской области за год вырос на 1700 рублей. В месяц теперь новосибирцы получают почти 30 тысяч рублей. Но в некоторых секторах экономики жалование, наоборот, сократилось. В строительных компаниях стали платить меньше на 1000 рублей. Самая маленькая зарплата на сегодня в регионе у работников гостиниц и ресторанов. Они получают около 16 тысяч в месяц. Лидером по объему среднего жалования остается финансовый сектор – 56 тысяч рублей. Отмечу, уровень зарплат в Сибири на сегодня выше, чем в нашем регионе. Долговая нагрузка снижается. Доходы регионов России в начале 2017-го выросли на 20%. Об этом заявил глава федерального Минфина Антон Силуанов. Цитата дня в деловых новостях. Доходы бюджетов регионов по-прежнему продолжают расти достаточно высокими темпами. Общий объем налоговых и неналоговых доходов с января по конец февраля вырос более чем на 20%. Ситуация остается сложной. Есть ряд позитивных изменений, но их должно быть больше. Напомню, по плану областного Минфина доходная часть бюджета нашего региона составит 115 миллиардов рублей. К этому часу у меня все новости экономики. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова